я вас всех приветствую мои дорогие друзья и зрители сегодня вы увидите фантастические кадры которые я собрал находясь в крыму и вот здесь зависает птица прямо в небе затем мы посмотрим кадры луны раздвоившийся которые так нашумели по всему интернету и наконец я зафиксировал прямо на морском берегу тот самый глаз или всевидящее око прямо на ваших глазах он перемещается слева направо и полностью нас контролирует еще мне удалось запечатлеть над горами самолет и он летел абсолютно без хим трейлов и без каких-либо следов сзади себя и наконец в самом отдалении приблизив камеру я рассмотрел совсем рядышком симферополем огромную гору а над ней зависшее облако в форме нло и в конце концов мы еще раз посмотрим на то полнолуние и кадры которые я не успел показать вам в предыдущем видеоролике начинаем друзья не понимаю что происходит находимся мы с вами на соленом озере ведь какие туч и облака самое главное если посмотреть с левой стороны небо голубое а прямо над озером все небо вот в таких маленьких облачках но картинка феноменально очень очень красивый думаю вы тоже это видите и с левой стороны я обнаружил знаете что это зависла воздухе и не летит какой-то глюк у нее сейчас я вам покажу а вот она полетела стоп полетела полетел до этого зайти прямо на одном месте висел может быть вот сейчас опять вот смотрите ведь подлетает и висит что-то с ней происходит птицы никуда не летит просто на одном месте крылышками машет так что с ней происходит непонятно потом опять немножко летит опять зависает так вниз вверх то ли парит в воздухе то ли сбой не в программного обеспечения или в матрице но странный эффект довольно таки видите да птица просто машет крылышками никуда не летит интересный эффект никогда такого не видел в данном случае птичка просто глюканула я бы сказал итак снимаю просто какую-то сенсационную информацию пока сам не знаю что именно мы видим но видим очень странную или луну или инопланетный объект гигантского размера сейчас я приближу но для начала покажу вам всю окрестность находимся в крыму рядом с евпаторием вот там только что зашло солнце показываю вальте перелевую половинку чуть дальше стоят различные телескопы видите скрытые тайны и вижу вот там с левой стороны какой-то полушар полусфера поднимается небо голубое и все-таки это луна кажется но туч это не видно его посмотреть то есть восхождение луны она была в начале знаете что наполовинку вот мы начали съемку была луна на половину и не видно ведь тучего просто посмотреть как будто бы небо и луна знаете у нас обычно луна вот так вот посередине бывает левая половинка освещена правая а здесь же освещено все по-другому но картинка феноменальны попробую сейчас закрепиться приблизить вам получше почему я так остановился почему я так сильно удивился потому что в самом начале я увидел луну в нижней части она была полностью отрезана сейчас видим она поднимается поняла теперь секрет и она видите выходит из облаков то есть по большому счету мы снимаем восход полной луны кровавый прямо на трассе в крыму рядом с морем но красота 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 она была гигантская огромная сейчас немножко уменьшилась и вот видите как поднимается но ведь конечно просто шикарный здесь различные телескопы стоят космос направленные как нам говорят и скорее всего принимают связь других планет с каких-то с помощью вот этих контент принимает сигналы и другие цивилизации вот еще одна антенна самая большая самая мощная приближаю снимаю но здесь конечно знаете обстановка феноменально да вот эти космические антенны восход луны и заход солнца здесь как-то все взаимосвязано и не просто так как я понимаю все расположено специально что получать космические сигналы космическую энергию мы едем дальше еще мне с вами удалось зафиксировать нечто похожее на глаз или всевидящее око все это напоминает также в огромную черную дыру который тоже написано достаточно много различных статей и считаю что это действительно какое-то существо или глаз возможно даже рептилии или драконы вы можете четко увидеть это очертание который следит за нами только он светящийся этот объект очень мощный феноменальный и нам сегодня удается увидеть его в мельчайших подробностях напомню вам что съемка ведется прямо с берега черного моря когда происходит полнолуние в июле 2021 года я сам удивляюсь как с такой маленькой высоты над землей или над уровнем моря не удается фиксировать такие великолепные объекты и кадры единственная проблема в том что они движутся очень быстро если вы заметили самое главное то луна перемещалась сверху вниз а этот глаз или всевидящее око четко перемещается слева направо и мы можем рассмотреть его в мельчайших подробностях очень хочется услышать и ваше мнение что это может быть за объект сейчас я увеличил его в 250 раз и и вы видите максимальное увеличение моего фотоаппарата nikon p1000 и какие снимки или видеокадры можно с него получить чтобы вы понимали все возможности снятия луны нло и любых других объектов которые мы можем рассмотреть токлика в очень хорошем увеличении и в очень хорошей технике мне нравится как он перемещается но скорость этого объекта или всевидящего ока просто феноменальная я надеюсь что вас заинтересовали все эти кадры мы будем двигаться дальше и нам удалось зафиксировать самые секретные моменты которые происходят на небе в те моменты когда каждый из нас спит но я всегда думаю о вас так снимаю для вас просто невероятные кадры ущелье и самолет пикирует в небе летит куда-то наверх вы видите ничего нет никакого следа сзади него мы максимально приближаем и полностью видим пролет этого гигантского самолета который летит прямо над горами но мы тоже находимся высоко в горах и можем полностью проконтролировать этот процесс а вот здесь стоп друзья и я заметил кое-что когда пересматривал уже этот видеоролик что фотоаппарат nikon p1000 прямо в горах сфотографировал а точнее зафиксировал на видео уже совсем другое солнце и она имеет множество лучиков по краям смотрите сами вы сами видите эту фантастику и кстати поймете как низко на самом деле летают самолеты почти что над горами если именно находиться в таких местах как мы с вами всем скрылся а вот он общий вид тех древнейших городов где жили самые древние люди цивилизации думаю как раз в горах и выживали самые великие сильные люди нашей земли только что ехал по трассе таврида вот она идет у нас обратно на крымский мост и заметил для меня странный эффект вот посмотрите гора она огромная имеет вот такую возвышающуюся часть сбоку и прямо над ней зависло то ли облако то ли нло что это может быть давайте подумаем но действительно кадры какие-то очень интересные фантастические даже вы видите все небо такое чистое более-менее голубое и только вот здесь с этой стороны висит этот полукруглое или пожалуйста в комментариях но действительно кадры какие-то феноменальные я сейчас покажу вам все все небо вот видите заходящее солнышко здесь трасса именно вот над той горой возвышается странное облако в форме может быть даже нло тарелки или какой-то сигарообразное думаю что там действительно замаскировался какой-то летающий корабль и просто получает энергию с верхушки вот этой горы я решил вновь приблизить и рассмотреть луну и на этом буду закругляться все что хотели мы с вами получили увидели пролеты неизвестных объектов нам удалось рассмотреть луну в мельчайших подробностях обнаружить дороги и другие тайны и скрытые места я думаю вам понравилось это видео и я очень рад что нам повезло с погодой с безветной обстановкой вокруг на этом я каждому из вас говорю до свидания друзья мы скоро увидимся продолжайте смотреть видеоролики и мы будем фиксировать все больше и больше инопланетных объектов кораблей поэтому я всегда остаюсь с вами на связи и желаю удачи до новых встреч поехали пока и и бом